Всем привет, дорогие зрители моего канала. Я, как всегда, рад вас приветствовать. Сегодня у нас 28 сентября, четверг. Время у нас без 10 часов. В общем, решился я выйти в доставку. Хотя обстановка там такая, что, наверное, может и не стоило выходить. Вот. Короче, в планах сейчас у меня поехать в центр, нарисовать там кружочек мой район и работать по моему району в центре, чтобы куда-то по окраинам не ездить, как у меня было в последней смене. Если вы не смотрели еще ролик, то обязательно посмотрите, как можно кататься с Яндексом. Вот. Также еще посмотрел Яндекс.Еду. Был плановый слот с кэфом плюс 0.8 в Кудровой моей локации. Вот. Пока я думал его брать, не брать. Его, короче, уже забронировали. Он был с часу до 10. В принципе, неплохой на самом деле слот. Может и надо было его взять, но, как я уже сказал, пока я думал, его уже взяли. Потом пару раз перезаходил, все, уже не появлялся. С плановыми слотами, кстати, вот я тоже смотрю, целая неделя забронирована. Походу люди нормально так тоже их катают и зарабатывают. Мне кажется, если бы мало зарабатывали, то их бы много висело, а так их вообще нету. Они там когда-никогда появляются. Плюс вот с кэфом 0.7-0.8 выхватить. Это на самом деле тоже дорогого стоит. Там видео 0.2-0.3 есть, но это вообще ни о чем. И свободы тоже. Лучше туда вообще не выходить. Только если выходить в Яндекс.ЕДУ, плановый слот, плюс 0.7-0.8, и тогда нормально. Также хотел бы вам напомнить, что у меня проходит бонус. Вы можете заработать неплохие деньги. Вот на картинке вы видите суммы 50%. Я готов лично с вами делиться, когда мне за вас выплатят. Для этого нужно сделать всего лишь 5 заказов. Также Яндекс.ЕДУ открыла доступ для граждан не Российской Федерации. Поэтому, кто у меня до этого спрашивал, вы можете теперь пойти оформиться. Не обязательно паспорт Российской Федерации. Можно другой пойти в Яндекс.ЕДУ, зарегистрироваться и выкатать мой бонус. Кому интересно, ссылочка в описании. Залетайте, катайте, и все будет отлично. А вам, как всегда, желаю приятного просмотра. Мы начинаем. Поехали. Довольно-таки быстро прилетел первый заказ. Нормальный такой, неплохой. Короче, 266КФ был вообще в порядке. Поедем, я так понимаю, на Средний проспект, в центр. В общем, по моему району, в принципе, первый заказ я ждал недолго. Это хорошо. Он еще написан, кстати, что корпоративный. Но, как мы знаем, из предыдущих дней работы корпоративные сейчас очень хорошо оплачиваются. Поэтому мы даже не расстраиваемся. Едем забирать, посмотрим, что там будет. Вынесли мне первый заказ. Везем документы. Но смотрите, сколько время ожидания составило. Короче, через поддержку уже начал решать. Тогда только клиент вышел и отдал посыл. 40 минут 15 километров. Едем на Ваську, походу, я так посмотрел. Ну, поехали. В общем, приехал я по заказу. Написано, 16 этаж, 77 квартира. А тут дом пятиэтажка. И никакой 77 квартиры вообще и в помине нету, короче. Ну, я позвонил раза четыре. Никто не отвечает. Решил решать через поддержку. Поддержка дозвонилась до него, короче. Он сам спустился, отдал. Говорит, ой, я не слышал. Я был на созвоне, короче. Офигеть. Отдал, в общем, бумажки. И говорит, кстати, что вот номер квартиры и этажа остался с предыдущего заказа. Так что вот такие приколы. Время уже 13.20. Вот вам и вышел в час. Забирал первый заказ, считайте, 20 минут. Плюс сейчас ехать 40 минут. Итого первый заказ нам встанет, по-моему, району в час, короче. Вот так вот. Ладно, летим отдавать. Может быть, еще желток упадет, потому что ехать прилично довольно-таки так. Поэтому уходим, короче. Закрываем свой первый заказ. Здесь тоже почти все бесплатное выждал, короче. Заказ будет оплачен картой. Вот на такую сумму получился заказ. Ровно час у меня ушел. Офигеть. Короче, тут обстановка еще такая не совсем благоприятная, на самом деле. Поэтому, скорее всего, надо отсюда сейчас выезжать. Время 2 часа дня. Посмотрите, что делается. Вообще ни о чем горят коэффициенты. Надо, наверное, ехать сюда, что-то ловить, скорее всего. Итак, целую неделю, на самом деле, Яши. Очень слабенькая эта неделя какая-то. Прям вообще. Начиная с понедельника, я отмучился в понедельник. Все ребята отмучились целую неделю. И вот, короче, вообще. Труба доставки пришла, походу. Опа, опа, прилетает следующий заказ. Смотрите-ка, мой район работает. Опять корпоративный. С нормальной подачей, в принципе. Которую пока не видно, но сейчас увидим. 2 километра 9 минут. Поехали, заберем. Забрал второй заказ. Сейчас будем смотреть, сколько по нему ехать. Забрали еду. Он очень короткий, на 6 минут. Поехали отдавать. Мне кажется, я дольше подавался, чем ехал. Заказ получился... Заказ будет оплачен картой. Отличный, на 400 рублей. В общем, с Новой Голландии я уже доехал до обводника. И поймал заказ. Вкусные точки. Скафом 77, чтобы вы не думали, что я тут один жир ловлю. Как бы фигня тоже приходит. Но не стал пропускать. Возьму, потому что он короткий. Активность угробить, в принципе, не хочется. Поэтому отвезем вкусные точки. Ничего страшного. Вот, в принципе, когда я цель катал. Очень много зелени было. Ничего вывозил же. Ничего страшного же не произошло. Поэтому нормально. Отвезем. Так что вот. Главное, на простой большой. Не попасть там по ожиданию. Ну, надеюсь, все быстро приготовят. Поэтому влетим. Забрали два пакета из Макдональдса. По нему 9 минут 2,6 километра. Полетели отдавать. Минималочка чисто. Пригнали по заказу. Закрываем вкусные точки. Заказ будет оплачен картой. Блин. Заказ будет оплачен картой. Что происходит? Я не понимаю. Даже корректно закрыться не может. Заказ будет оплачен картой. Короче, он стоил 2 сотки. Какие-то глюки в приложении все время происходят. Не понимаю. Ну вот, 210 рублей, короче. Ладно. Выходим дальше. Пока три заказа есть. Ждем новый. Неужели следующий заказ? Минут 15, наверное, ждал. Заказ отменен. Офигеть. Заказ отменен. Сразу набил икуна был. Ну, нормальный заказ осталось. Вполне. Блин. Жаль, что отменили. Продолжаем. Ну, сейчас просто ради интереса посмотрю, сколько жду заказ. Так, этот мы отдали в 15.26. Время 15.46. 20 минут заказ ждал. И то его отменили. Ладно. Жду дальше. Кружок нарисован. 5 километров. Ожидаем. Опять он, только с меньшим кэфом. Так, заберите, пожалуйста, два вырубных штампа. Заезд по шлагбаму во двор. Окей, окей. Поехали. Забрали вот такую красоту из дерева. По заказу 7 километров 20 минут. Короче, если вам будет приходить заказ из вот этой конторы, сюда заходить не надо. Нужно идти вот в самый конец, там, с правой стороны, в воротах, там, где выдача заказов, и забирать. Что-то я давно отсюда забирал, забыл и немножко сейчас времени потерял. Ну, ладно, поехали. В общем, проехав пару минут, мне пришел желток. Так как я везу участника, то я его принял. Он будет, получается, рядом там улица Софийская есть. Вот с нее на обводный поедем. Ну, в принципе, тоже хорошо. Обратно в центр вернемся с окраины. Поэтому плюс то, что клиент ценник подрезал. То есть было же сначала 280 приходило, потом 220. То есть здесь минус цена. И, надеюсь, желтком, короче, наверстаем. И последний заказ, как вы помните, я ждал 20 минут. Поэтому таких простых больше не хочу. Сразу взял желток. Надеюсь, выйдет нормально, и я не расстроюсь. Поэтому едем, в общем, отдавать. Забрали заказ на Софийской. Он был из магазина Автозвука Баслайн. Вынесли мне сами его. Вот сколько ехать мне. Поехали, в общем. Пригнали по заказу. В общем, цена была за один у нас 480. А за второй желток. Сейчас посмотрим. Заказ будет оплачен картой. О, в принципе, неплохо вышло. Не зря я его взял, конечно. Вроде как косарек за час. Это неплохо. Только единственное. Почему 1600? Не понимаю. Да. Так, 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 так. Ну, тут в сумме явно больше, чем 1600. Что-то пока непонятно. Походу, не обновился он. Может, один пока только посчитал. Да, кэфы, конечно, тут очень слабоватые. Не знаю, что сейчас делать. Может быть, пойду перекушу, подожду. Если разгорится, то еще выйдем. Если нет, придется ставить кнопку домой. Потому что по такой обстановке не вариант, конечно, работать вообще. Так что вот так вот. Ну что, друзья, передохнул. Я пообедал часик. Выхожу на линию, время 6. Только вышел. Опять же, по моему району. Пришел сразу новый заказ. Пришла азбука. Из московского 111. Там, конечно, на ожидание можно нормально влипнуть. Поедем на турку. В принципе, нормально. Сейчас пробки еще в городе, короче, 7 баллов. Тяжеловато двигаться, конечно. Вот. Так что, такие дела. В общем, едем. Прислали уведомление, короче, что заказ готов. Я в шоке. Обычно там ждать надо так нормально. Но смотрите, в общем. В целом, мой район сегодня, я считаю, задался. То есть, из 5 заказов. Один только был вкусный точка с кэфом 77. А так все в целом 200+. Ну, понятно, что нужно, чтобы горел коэффициент. Если он не будет гореть, то таких заказов не будет. Я, собственно, по кэфу работал сегодня. Вот. Так что, в целом, это очень прикольный вариант. Можно так работать. Да и нужно, наверное. Ну, то есть. Тема, короче, нормальная. Мне пока все нравится, поэтому работаем. Забрали из Азбуки один пакет. Сразу был готов. Это, конечно, круто. Так, что у нас по заказу? Сразу покажу, да? На 17 минут 5 километров. Поехали. Да, выкинуло меня немного, короче, на окраину. Из центра. Но смотрите, что там творится. Просто кошмар. Все в пробках. Жесть, короче. Закрыл заказ из Азбуки. Получился на 400 рублей. Ну, в целом, на самом деле, неплохо за такое время. И километраж, и маршрут, собственно. Поэтому нормалек. В общем, какой план действий? Возвращаясь в центр, дальше буду мой район бомбить. Ну, буквально сделаю, наверное, еще один заказ. Рублей на 400, на 500. И потом поставлю по делам. Пока вот такие планы, в принципе. Ну, если затянет, может, немного подольше задержусь. Там как раз, где много пробок, там хорошие коэффициенты. Поэтому летим туда. Прилетает первый заказ. Ков, конечно, слабый по сравнению с тем, что горит. Но я приму. Потому что заказ ближе к центру, наверное, Новоизмайловский. Киевси приходит. Так, что по подаче? Семь минут. Ну, поехали, отвезем. В общем, забрал заказ из Киевси. Он был готов. Заказ на 15 минут, буквально. Три километра, короче. Я так понял, то ли общага, то ли что там написано на КПП, короче, отдать. Вот, едем. Еще приколы с приложением. Некорректно маршрут строится, короче. То есть, точка получателя на карте отображена, а маршрут строят до отправителя. То есть, до Питер-Радуги, короче. Что-то какой-то бред. Еду по телефонному навигатору. Да и все, вон, 12 минут уже осталось. Кэфы разгорелись вообще не на шутку. Надеюсь, сейчас что-то получше поймаем, а то по таким кэфам плюс 100 надо было, наверное, его пропускать. Все-таки у меня возможность-то была, у меня 100 активность. Что-то я поскромничал, короче. Ну, ладно. В общем, летим отдавать. Да, Киевси реально был в общежитии. Закрываем заказ. Заказ будет оплачен картой. 260 рублей. Попробую еще раз по моему району что-то поймать. Если не поймаю, то поставлю по делам. Ну, что-то нормальное я имею в виду. Единственное, что у нас мой район как будто немножко на окраине. Может, его побольше сделать. Ладно, подожду, может, что-то придет. Прилетает следующий заказ по моему району. Принимаем. Что-то Кэф, конечно, горит больше. Приходит... О, ЗОП Торг. Краснопутиловская. ЗОП Торг сегодня еще не приходил. О, нифига себе подача такая. Ну, все, после него, короче, буду ставить по делам. А то хороших заказов по моему району нет. Они, походу, закончились. Ладно, погнали. Забрал заказ из ЗОП Торга. Что-то я подумал, что он на 700 рублей, а он оказывается на 7900. Короче, три пакета консерв. Таких по 12 штук в упаковке. Ну, такой тяжеленький, на самом деле, получился заказ. По нему ехать 5 километров 17 минут. Ну, в общем, сейчас с заказом по ЗОП Торгу встрял, конечно, нормально. Он был на Краснопутиловской. Там есть такой чудной переезд, короче. Я вот вперед пролетел. И то на 5 минут дольше ехал, чем он дал времени. А обратно встрял. Короче, в два раза больше времени по заказу затратил, чем должен был. То есть он там минут на 15 затратил, я минут 30. Он получился на 400 рублей. Вот, кафе, короче, ушли. Поэтому горят там буквально минимальные. Но я уже поставил по делам, прям как есть. Еду еще, думал, может быть, поехать в центр оттуда, попытаться что-то поймать. Но думаю, ладно, не буду терять время, короче. Еду нормально. Нахожусь в районе Московской. Может быть, что-нибудь перелетит еще. Если перелетит, то покажу. Поэтому, короче, мчим домой, в общем. Забрали первый заказ по делам. Вот такую красоту. Поедем, короче, в Рыбацкое. Полчаса 15 километров. Забрали с Московского шоссе со Звездной, короче, грубо говоря. Поедем, отдадим. Закрываем свой последний заказ на сегодня. Он получился. Заказ будет оплачен картой. 500 рублей. Так, сколько там было? 522 рубля. Сейчас отдавал цветы на последнем заказе. Короче, в доме два подъезда. Табличек с квартирами нету. И этажностями. То есть, где, когда, куда, какая. Короче, у меня 300-я квартира была. И я никак не мог представить, что она будет в первом подъезде. В одном подъезде более 300 квартир. Офигеть, короче. А в доме более 600. Это просто жесть. Муравейники по типу Кудрова и Мурина просто отдыхают. Короче, немного потерял времени. Ну, ничего. Сейчас, короче, направляемся домой и подводим итоги. Друзья, если вы в поиске надежного парка для работы, то рекомендую Эксперт Парк. Сам лично работаю через этот парк. Ребята очень серьезно подходят к своему делу и постоянно стремятся улучшить свой сервис. Они подключают не только доставку, но и водителей такси. У них есть возможность покупки смен при нулевом балансе. 4 вида моменталок. Миссия всего 50 рублей в сутки. Круглосуточная техподдержка. Поэтому ссылки я оставлю в описании. Если тебе интересно, подключайся и работай с правильным и надежным парком. Также у них сейчас есть акции по поводу термокоробов. Черный термокороб для Москвы и Московской области будет стоить 1600 рублей. Доставка бесплатна. Если Санкт-Петербург, 1200. Любой другой город России 1000 рублей. Бесплатная доставка от Эксперт Парка. Поэтому, если тебе актуально, пиши им и получишь новенький клевый термокороб. Всем удачи и хороших доставок. Ну что, ребят, я уже у дома. Давайте подведем итог, что у меня сегодня получилось. Вышли мы в час. Сейчас время 10. Час у меня был еще на обед, поэтому 8 часов на линии я был. Вот, за это время проехал я 130 километров. Это рублей 700. Заработок за сегодня у меня составил вот столько. 3,770. Короче, около 3000 мне примерно остается. Катал я, как вы видели, целый день мой район. И в конце только поставил по делам, чтобы добраться до дома и поменьше холостого пробега было. В целом, моим районом я доволен. Заказы более-менее нормальные прилетают. Поэтому, может, и дальше будем тестировать. Накидайте своих идей, какие ролики бы вы хотели еще видеть. Вот. Я пошел отдыхать. Всем пока. Увидимся в новых роликах. Всем счастливо. Чао. Субтитры сделал DimaTorzok